Современные автомобили-внедорожники стремительно приближаются по размерам к малогабаритной квартире, а уж по цене намного превышают стоимость даже самого элитного жилья. И сегодня я расскажу вам о 10 наиболее дорогих и шикарных джипах, существующих в мире. Поехали! Спайкер D8 Peaking to Paris продается по цене 300 тысяч долларов и является чуть ли не единственным серийным авто в нашем топе. Концепт этой машины был представлен в Женеве еще в далеком 2006 году, но только в 2014 началось массовое производство. Спайкер D8 весит 2 тонны, обладает 6,2-литровым двигателем и может разгоняться до 100 км в час за 5 секунд. Максимальная же скорость такого джипа достигает 280 км в час. Брабус G63 AMG 6х6 за 457 тысяч долларов – очередной гражданский автомобиль, который появился на основе военного внедорожника. Во всяком случае, гелик изначально был выпущен для армии, ровно как и его шестиколесная версия. Впрочем, Брабус G63 AMG имеет существенное отличие от своего армейского прообраза. Как вы уже заметили, колесная формула у него 6х6, а непривычная 4х4, что дает ему лучший зацеп с дорогой и позволяет забраться еще дальше. Внедорожник оснащен 5,5-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом. Мощность такого мотора составляет 536 лошадиных сил, благодаря чему этот крепыш разгоняется до сотни за 6 секунд, что весьма и весьма неплохо для его габаритов. Гимбала Гимбала – это немецкая компания, которая занимается тюнингом чужих автомобилей и выпуском их переработанных версий под собственным именем. Стоит признать, выходят у них настоящие огнедышащие монстры. Вершиной такой деятельности выступает сумасшедший Гимбала Торнадо 750 GTS стоимостью 540 тысяч долларов на базе Porsche 957 Cayenne. Благодаря существенным изменениям по сравнению с заводским вариантом, гимбала Торнадо 750 GTS на 250 килограмм легче оригинала. При этом обладает он 5-литровым двигателем и может разгоняться до сутки всего за 4,3 секунды. Как-то я уже говорил о внедорожнике Найт-15, который представляет собой переделанную в гражданское авто версию канадского броневика Гурка, состоящего на вооружении у более чем десятка стран мира. Кроссовер Найт-15 за немыслимые 630 штук зеленых выдерживает стрельбу из огнестрельного оружия и гранатомета, а также имеет защиту днища от взрыва мины. А при попадании под воду автомобиль может находиться там в автономном режиме до 30 минут. И еще один танк, который я также освещал ранее. Парамаунт-мародер, настоящий бункер на колесах за 650 тысяч долларов. Но этот бункер доставит вас куда угодно. Бронированный внедорожник имеет огромные размеры и вес и может передвигаться абсолютно по любой поверхности, даже по другим машинам, которые внезапно оказались у него на пути. Не составит труда пробить стену. И в нем не страшны ни автомат Калашникова, ни гранатометы, ни даже фугасы. Более того, автомобиль обладает системой, которая оглушит радиосигналы взрывателей в радиусе нескольких десятков метров. И при всем этом, парамаунт-мародер может разогнаться до скорости 120 км в час. Компания Brabus известна своим тюнингом автомобилей от Mercedes-Benz, с которыми имеет эксклюзивный контракт о сотрудничестве. Специалисты этой фирмы берут серийное авто от известного немецкого производителя и превращают их в шикарнейшее средство передвижения под собственным брендом. И одной из таких ласточек компании является автомобиль Brabus 800 White Star, созданный на основе Mercedes G65 AMG, или же, проще говоря, всеми любимого Гелика. Но его мощность выросла до 800 лошадиных сил, с и без того немалого исходных 612. Что позволяет этому полноразмерному внедорожнику разогнаться до 100 км в час за 4,2 секунды и иметь максимальную скорость 270 км в час. Но при всем этом и стоимость-то немалая – 653 тысячи вечно зелёных франклинов. DARS Prombrun Gold L1 Edition – это бронированный латвийский автомобиль с внушительным внешним видом. Его кузов покрыт золотой краской, а под его капотом размещается V-образный 8-цилиндровый двигатель, мощность которого составляет 400 лошадиных сил. Обладатели этого внедорожника могут почувствовать себя самыми настоящими ближневосточными диктаторами, ведь внешне авто отделано золотом, что, впрочем, и отражается в его названии. Этот автомобиль создан к выходу фильма «Диктатор» с Сашей Бароном Коуэном в главной роли. Именно на таком ездил и вершил судьбы людей главный персонаж данного фильма. Впрочем, компания Darts не проворонила свой шанс и воспользовалась этим хайпом, выпустив сразу 10 таких диктаторских автомобилей, за каждый из которых просят 750 тысяч долларов. Ребята из G-POWER переделали внедорожник BMW X6 до неузнаваемости и получили Typhoon RSV10 стоимостью 875 тысяч долларов. За эти деньги вы получите самый быстрый кроссовер в мире, который имеет 900 лошадок под капотом и может разогнаться до скорости 330 км в час. Первую сотню он разменяет всего за 4,2 секунды, вторую же почти за 13. Грустной новостью является только то, что компания выпустила всего лишь 5 экземпляров этого удивительного внедорожника. Что будет, если совместить в одном Maybach G-Class и двигатель V12? Да, получится второй, самый дорогой внедорожник в мире Land Oulid G650 с легкой руки Мерседеса. Автомобиль, который дополнил линейку Мерседес-Майбах, оценили в 666 тысяч долларов. В четырехместный салон аккуратно уложены два задних кресла от S-класса со всеми подобающими им опциями, включая спа-массаж горячими камнями, всевозможные регулировки и кондиционирование. Нажатие кнопки традиционно меняет уровень затемнения стекол или заставляет подняться стеклянную перегородку между седоком сзади и водителем. Внедорожник отличается высоким просветом, почти 60 сантиметров. А 12-цилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом выдаёт 630 лошадиных сил и крутящий момент в 1000 ньютон-метров. Кстати, компания выпустила всего 99 таких автомобилей. Удивительно, но самый дорогой современный внедорожник появился не в Германии и не в Соединённых Штатах Америки и даже не в Японии, а в Латвии. Он является детищем уже упомянутой компании Дарс Моторс, наследники славных традиций знаменитой в дореволюционной России фирмы Руссо Балт. Речь идёт о Дарс Промбран Монако Red Diamond Edition, стоимость которого составляет примерно полтора миллиона американских долларов. Этот автомобиль весом 4 тонны, обладает двигателем мощностью 840 лошадиных сил. Его кузов покрыт кевларом, выдерживающим прямое попадание из стрелкового оружия и даже гранатомёта. Для производства автомобиля использовались вольфрам, золото, бриллианты, рубины, а также, к возмущению зоозащитников, кожа китовых пенисов. В подарок покупатель также получал 3 бутылки водки Руссо Балтик, которую производит тот же Дарс. В бутылке из пуленепробиваемого стекла толщиной 30 сантиметров и с пробкой из белого и жёлтого золота. Ну не это ли на самом деле круто? В связи с тем, что сложность добычи криптовалюты постоянно растёт, это значит, что майнинг в домашних условиях не так выгоден, как раньше. На данный момент намного проще и выгоднее купить какую-то монету на дне, чтобы после продать её подороже. В чате и канале Телеграм мы с этим вам поможем. Подписывайтесь, это совершенно бесплатно. Спасибо за просмотр! Не забудь поставить лайк за мои труды и подписаться на мой канал. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!